Привет, друзья! Приглашаю всех на обзор еще одной новинки от бренда Philips. Модель называется Xenium E2125 и представляет она собой простой кнопочный телефон для звонков и SMS. Это доступное предложение, рекомендованная рочная цена аппарата составляет 1990 рублей и за эти деньги мы получаем такие ключевые характеристики, как съемный аккумулятор на 1700 мАч, дисплей диагональю 1,7, 277 дюйма, поддержку двух сим-карт, FM-радио, фонарик. Также производитель не забыл здесь про bluetooth и поддержку карт памяти. Камера в телефоне отсутствует и для многих скорее всего это больше будет являться плюсом, чем минусом. Во-первых, есть пользователи, которые предпочитают использовать технику по ее прямому назначению, то есть телефон для звонков, а для фото они лучше купят отдельную камеру. Во-вторых, телефоны со встроенной камерой запрещены к использованию на многих режимных объектах. Таких объектов много, сотрудников еще больше и все они заинтересованы прежде всего в телефоне без камеры. Продается телефон в традиционной оранжевой упаковке. Помимо самого аппарата в комплекте имеется съемная батарея, краткое руководство пользователя и зарядное устройство с штекером USB Type-C. Очень радуюсь, что даже в самых недорогих телефонах Philips теперь доступен этот универсальный разъем. Если вы используете Xenium E2125 как дополнительный телефон к своему смартфону, то скорее всего у вас не будет необходимости больше использовать два отдельных зарядных устройства. Рядом с разъемом Type-C на нижнем торце аппарата можно увидеть аудиоразъем и микрофон, а сверху находится фонарик, который удобнее всего запускать удержанием центральной части навигационной клавиши. Только для этого сначала надо телефон разблокировать. На тыльной части аппарата расположен мультимедийный динамик, спереди голосовой динамик, дисплей и буквенно-цифровая клавиатура. Кнопки большие, со своеобразной текстурой. Навигационная кнопка также крупная, пользоваться телефоном будет удобно как ребенку, так и взрослому человеку. Габариты у телефона компактные, да и вес небольшой, всего 88 грамм, что делает его очень удобным для переноски. Но у этого телефона не только хорошая эргономика, но и выглядит он в черном цвете весьма симпатично. Также важно отметить, что съемная крышка снимается очень здесь легко. Обычно на недорогих телефонах есть какие-то проблемы, здесь таких проблем нет. Емкость съемного аккумулятора составляет 1700 миллиампер часов и это большая емкость для такого компактного телефона. Обратите внимание на соотношение размеров батареи и самого аппарата. Каким-то чудным образом производитель умудрился разместить такую огромную батарею в таком маленьком корпусе. И благодаря этому вкупе с фирменной запатентованной технологией Xenium обеспечивается долгое время автономной работы. До 19 часов в режиме разговора и более месяца в режиме ожидания. Под аккумулятором находятся два слота под мини-сим и разъем для карты памяти microSD. Если планируете не только звонить и писать смс, но и пользоваться дополнительными функциями, например, mp3-плеера, то рекомендую сразу поставить карту памяти. Дисплей телефона выполнен по технологии TFT и при лигонаре 1,77 дюймов имеет разрешение 128 на 160 точек. Для недорогого кнопочного телефона это вполне нормально. В настройках вы можете выбирать обои, либо использовать системные, либо кинуть свои собственные картинки. Прямо этого вы можете управлять отображением сим-карт и времени на дисплее, настроить контрастность, а также подсветку и автоблокировку клавиш. Меню телефона состоит из девяти иконок, каждая из которых имеет доступ к той или иной функции, к избранным функциям также можете оперативно переходить через кнопку ярлыки, либо через быстрый доступ на навигационные клавиши. Телефонная книга позволяет импортировать или экспортировать контакты в формате v-карт, так что проблем с переноской контактов не будет. Память телефонной книги рассчитана на 1000 контактов, где для каждого контакта имеется поле для имени на 30 символов и поле для имени телефона. Также имеются такие функции, как быстрый набор и черный список. Черный список расположен отдельно в пункте настроек безопасность. Память SMS рассчитана на 100 сообщений. Набирать текст вы можете как на русском, так и на английском, румынском и украинском языках. Для быстрого ответа есть возможность воспользоваться заранее заготовленными шаблонами. Из мультимедийных функций доступен просмотр изображения в галерее. Также имеется mp3 плеер со встроенным эквалайзером. Музыку можно слушать как через проводные наушники, так и через беспроводные. Версия Bluetooth в аппарате 2.1 с поддержкой профиля E2DP. Есть возможность проигрывания музыки в фоне. Динамик достаточно громкий. Звонок вы вряд ли пропустите. Помимо аудиоплеера в телефоне также имеется FM приемник с обстроенной антенной, то есть нет никакой необходимости подключать наушники. А благодаря наличию диктофона вы можете записать трансляцию и позже послушать ее офлайн. В пункте органайзер есть несколько полезных приложений, таких как будильник в количестве трех штук, секундомер, календарь с возможностью создания напоминания, калькулятор. Качество телефонных звонков на этом аппарате мне понравилось. Запас громкости хороший, голос собеседника отчетливый, уровень приема сети не отличается от более дорогих моделей. Также из плюсов отмечу возможность записи телефонных разговоров, в том числе и в автоматическом режиме. В настройках, прямо прочего, имеются пять настраиваемых профилей, которые вы можете использовать в зависимости от ситуации. Если вам пяти профилей будет недостаточно, то есть возможность добавлять новые. А в разделе настроек телефон есть возможность настроить плановое включение и выключение телефона, что будет полезно как для экономии энергии, так и для спокойного отдыха. Подведя итоги, хочу сказать, что Philips сделал отличную работу, выпустив модель Xenium E2125. Телефон очень простой, но в то же время потрясающе сбалансирован. Здесь нет ничего лишнего, однако все, что мы ценим в простых кнопочных телефонах, здесь имеется. У него хорошая эргономика, емкий аккумулятор, поддержка двух сим-карт, поддержка карт памяти, есть беспроводное FM-радио, Bluetooth, разъем Type-C, яркий фонарик. Телефон замечательно подойдет в качестве второго резервного аппарата, а для многих, у кого приоритеты звонки и музыка, он может стать основным повседневным устройством. Здесь нет камеры, нет игр, поэтому ничего вас не будет отвлекать. И вот целевая аудитория может быть абсолютно разной. Телефон прекрасно подойдет в качестве основного для школьника, для сотрудника режимных объектов, для военнослужащих, а также это хороший вариант просто для ценителей цифрового детокса. На этом все, надеюсь, что это видео вам понравилось, если это так, то поддержите его лайком, оставляйте комментарии, что думаете о Philips Xenium E2125, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и группу CamReview в телеге, если не сделали этого ранее, ну и главное не забывайте, все самое интересное еще впереди!